В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С 1 ноября в Управлении социальной защиты населения изменяются номера телефонов. К «Комсомолу-100» в Доме молодежи прошел торжественный вечер, посвященный юбилею ВЛКСМ. Мелкокалиберные пистолеты и винтовки подведены итоги открытого чемпионата города по пулевой стрельбе. Далее расскажем обо всем подробно. С 1 ноября изменятся номера телефонов Управления социальной защиты города Сарова. По ним все желающие могут получить всю необходимую информацию и предварительно записаться на прием к специалистам. На официальном сайте Управления также доступна услуга электронной записи для оформления мер социальной поддержки. Подробности далее. Выплаты ветеранам и инвалидам, компенсации за оплату коммунальных услуг, адресная социальная поддержка, субсидии и другие меры соцобеспечения. Ежедневно специалисты Управления социальной защиты населения отвечают на множество вопросов. С 1 ноября все телефонные номера здесь изменятся и будут начинаться на девятку. Воспользоваться ими можно и для предварительной записи на прием. Позвонили по телефону, мы записали. Но можно к нам записаться еще и на сайте Управления социальной защиты населения города Саров. Чтобы клиенты быстрее привыкли к изменениям, на первое время специалисты выделили номера телефонов для справок 98126, 98132 и 98123, позвонив по которым горожан направят к нужному специалисту. Что касается предварительной записи через интернет, то эта услуга будет актуальна тем, кто регулярно оформляет в Управлении жилищные субсидии и другие меры соцподдержки, на которые действуют ограничения по срокам. Обязательно до 15-го числа месяца граждане должны обратиться, чтобы они получили, для того, чтобы они выплату получили именно в этом месяце. Если они приходят у нас после 15-го числа, то в текущий месяц они выплаты эти не получат. Сегодня большинство клиентов приходят на прием без записи. Всего чуть более 9% горожан стараются предварительно записаться по телефону. Интернет-ресурс – самый непопулярный способ. К нему прибегают менее 1% горожан. Предварительная запись по телефону и через интернет позволит снизить время ожиданий в очереди и оптимизировать процесс работы с клиентами. Тот, кто записался, предварительно приходит к кабинету, к которому нужно, а там, например, очередь есть. Он говорит, я по записи к своему времени, и мы этого человека принимаем вне очереди. Адрес электронной почты управления остался неизменным, так же, как и график работы. По четвергам попасть на прием к специалистам соцзащиты можно до 7 вечера. Каждая вторая суббота месяца – также приемный день. Дарья Цапорыгина, Максим Нифонтов, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Движение «Воспитавшие не одно поколение» в этом году, в последнюю неделю октября, в России отмечают столетие ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. По всей стране в эти дни проходят концерты, флешмобы и квесты. Большое количество мероприятий, посвященные столетию движения, организуют и в нашем городе. В Доме молодежи прошел торжественный вечер, посвященный Дню рождения комсомола. На торжественном вечере встретились ветераны комсомольского движения нашего города. Те, чья жизнь неразрывно связана с ВЛКСМ и работой в молодежной организации Советского Союза. Вековой юбилей комсомола собрал друзей, коллег и соратников. Они вспоминали молодость, свой юношеский задор, стремление работать, создавать и вести за собой подрастающие поколения. Очень много страниц можно рассказать о том, как комсомол и пионерия жили вместе. Самые лучшие годы, дни, минуты моей жизни связаны с комсомолом. Коллективные фотографии на память с активистами и первыми секретарями горкомов стали обязательным элементом торжественного вечера. Выстраиваясь на фотосессию, ветераны комсомольца доказали, что время невластно над ними. Их сплоченность и дружба закалялась в самых сложных условиях. Посмотрите, какое вокруг братство. То есть разные поколения, а мы, я смотрю, это наши просто, наши. Комсомол – это для меня жизнь. Не было бы комсомола, не было бы жизни. Комсомол был всем. Ну а главное, что он позволял представлять интересы молодежи во всех сферах нашей жизни. Руководители города Ядерного центра поздравили ветеранов ВЛКСМ со столетиями организации. Отметили важность и значимость работы комсомольцев в различных сферах общественной деятельности. И вручили участникам движения благодарственные письма за активную общественную работу в патриотическом воспитании молодежи. Поблагодарить за тот вклад, который мы всем несли, и в первую очередь вы, в развитие нашей великой страны, нашей славной Нижегородской области и нашего великого города Сарова. Песни советских лет, танцевальные номера под музыку из кинофильмов о героях-комсомольцах. Концертную программу подготовили творческие коллективы нашего города. Почувствовать дыхание истории, шагнуть на несколько десятилетий назад и перенестись во времена своей молодости. Гостям вечера помогла тематическая выставка предметов быта и рабочей обстановки советской эпохи. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Он вызван возбудителями негриппозной теологии, такими как вирусы парагриппа, аденовирусы и другие. На сегодняшний день в области привиты более 600 тысяч человек. При этом дозы вакцины поступили в учреждения здравоохранения региона в полном объеме. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородском управлении Роспотребнадзора расскажут, как сэкономить накупленные средства и не попасть в долговую кабалу. С 29 октября ведомство запустило горячую телефонную линию по повышению финансовой грамотности. Звонки принимают с 9 до 12 часов по номеру 8 831 437 0870. Связавшись со специалистами, можно более подробно узнать о том, что такое кредит, как работают микрофинансовые организации, о чем стоит помнить при общении с коллекторами и многом другом. В храм святых царственных страстотерцев привезли новые колокола, которые приобрели на пожертвования саровчан. С их помощью священники будут отмечать самые важные моменты богослужений, например, чтение Евангелия или символа веры. Также новые колокола будут использовать для обучения воспитанников воскресной школы звонарному искусству. Саровчан приглашают на соревнования по рыбной ловле. Фестиваль «Осенний спиннинг-2018» пройдет 3 ноября на пруду «Городской». В нем могут принять участие все желающие. Для этого необходимо в субботу к 9 часам утра прийти к месту сбора напротив фейк-парка Майами. При подведении итогов будет учитываться общая длина выловленной рыбы. Победители призеров наградят ценными призами и подарками. «Осенины» – старый русский народный праздник, который отмечался после того, как весь урожай был собран с полей. Этот день всегда был полон обычаев и традиционно ознаменовывал начало осени. В дань этим традициям в 20-й школе прошел праздничный концерт «Осенины». Организаторы постарались воссоздать традиции русских обрядов. Подробности далее. Главные роли на празднике «Осенины» исполнили ученики 4-х классов 20-й школы. Они приготовили для зрителей интерактивную программу, пели песни, танцевали и играли на ложках. Гостью праздника «Осень» сыграла Лера Митина. Она поведала зрителям о самых ярких традициях старинного русского народного праздника. Знания об празднике «Осенины», об урожаях, которые были с самого начала у нас, они которые привезли. Народные песни, загадки и танцы пришлись по вкусу всем, кто пришел на праздник «Осенины». В конце театрализованного представления юным зрителям предложили самим исполнить народные песни, которые они разучили на уроках фольклора. Я для себя сегодня много узнала, что надо выступать так, чтобы и всем было интересно, не только тебе, чтобы не только один человек выступал, чтобы все поучаствовали. Я узнала новые песни красивые, новые танцы, какие красивые наряды и как отмечают осень. В этом году праздник «Осенины» приурочили к круглой дате. 20 лет назад на базе 20-й школы открылось фольклорное отделение ДШИ номер 2. И с тех пор проводить старинный праздник, посвященный народным обычаям, организаторы стараются ежегодно. «Осенины – это окончание трудовых работ нашего населения на огородах, на своих усадьбах, когда собираются урожаи, как раньше на Руси тоже сажали, а потом все это собирали. Собирали, а потом пели песни и танцевали». Организаторы уверены, что такие встречи – отличный повод рассказать школьникам о важности сохранения истории и традиций русского народа. В очередной раз наш город присоединится ко всероссийской акции «Ночь искусств». На площадках учреждений культуры и искусства горожан ждут увлекательные программы, творческие встречи и мастерские. 1 ноября «Своя дверь» для саровчан откроет художественная галерея, а уже 2 ноября всероссийская акция переместится в читальные залы Центральной библиотеки имени Маяковского. В рамках акции «Ночь искусств» в библиотеке Маяковского пройдет презентация сборника победителей и лауреатов городского литературного конкурса «Вдохновение». Любители этнической культуры смогут оценить экспозицию народных костюмов и кукол Галины Рогозиной и увидеть модный показ от дизайнера Елены Бабиновой. Оценители акустической музыки посетят концерт Романа Сванидзе. Он довольно-таки часто выступает на нашей площадке, в основном стихи, музыка. Поэтому надеемся, что в этот раз тоже будет что-то интересное. Для юных зрителей библиотека имени Маяковского приготовила эксклюзивную выставку «Детство – дело серьезное». На ней представлены редкие издания из фонда музея книги. Здесь представлены достойные экземпляры детской литературы на протяжении последних, наверное, 150 лет. Поэтому будет интересно познакомиться и с иллюстрациями, и с обложками, и с самими книгами. Также для всех гостей акции ждет интерактивная экскурсия в Музей военно-морской славы. Экспозиция расскажет о жизни и боевом пути адмирала Ушакова. Библиотека имени Маяковского откроет свои двери для всех желающих 2 ноября в 19.00. Попасть в яблочко в нашем городе завершилось открытое первенство по пулевой стрельбе. Три дня в телеспорткомплекс «Авангард» спортсмены соревновались в меткости стрельбы из пневматического и мелкокалиберного оружия. Точно попасть в цель пытались саровские стрелки и гости из Нижнего Новгорода. Подробнее о соревнованиях в нашем следующем репортаже. Несколько секунд на прицеливание и выстрел. Пуля вылетает из ствола спортивного оружия со скоростью 500 км в час. В пулевой стрельбе спортсмен ведет самую трудную борьбу с самим собой. Здесь важно уметь владеть собой, показать все то, чему научился на тренировках. Милана Воробьева занимается стрельбой с пневматического пистолета три года и уже имеет первый разряд. Стрельба повлияла на мой характер, осталась смелая, устойчивая, целеустремленная. Чемпионат города по пулевой стрельбе традиционно проводится по четырем дисциплинам. Участники стреляли из малокалиберных и пневматических пистолетов и винтовок. Дистанция до мишени и количество выстрелов зависят от упражнений, которые выполняются из конкретного вида оружия. Есть упражнения Леши 60 выстрелов, есть 120 выстрелов из трех положений, есть пистолет 60 выстрелов, 40 выстрелов. То есть разные упражнения, они также делятся на олимпийские дисциплины и неолимпийские дисциплины. Городские соревнования берут свое начало в середине прошлого века и традиционно собирают спортсменов разного возраста. Несколько лет назад организаторы решили сделать турнир открытым. Это увеличило количество спортсменов и положительно повлияло на уровень подготовки местных стрелков. Конкуренция. У нас приезжают достаточно сильные стрелки из Нижнего Новгорода. Помогает нам расти, нашим спортсменам. В этом году в открытом чемпионате по пулевой стрельбе приняли участие более 50 человек. Наш город представляли воспитанники детской и юношеской спортивной школы ИКАР, участники городской федерации по стрельбе. Каждый из спортсменов получил возможность показать свой потенциал и обменяться опытом. Победители были награждены дипломами и памятными подарками. Норка, мутон, каракуль, нутрия, песец, лиса. Почти две тысячи моделей шуб и дубленок от известных пятигорских фабрик представлены на выставке продажи «Мир меха», которая начала свою работу в Ледовом дворце. До начала календарной зимы остался месяц, и пора уже основательно утепляться. В Ледовом дворце на выставке продажи «Мир меха» ждут своих хозяек почти две тысячи шуб и дубленок. Пять пятигорских фабрик «Мирель», «Даниэльфурс», «Багира», «Золотое руно» и торговый дом «Аэмфурс» привезли в Саров свои новые коллекции. Эти производители давно заслужили прекрасную репутацию. Их изделие отличает высокое качество меха, профессиональный пошив и крой, когда шуба сидит безупречно. Цены на норковые шубы от 40, на мутоновые от 10 тысяч рублей. Классика в современном исполнении, интересные детали, необычный цвет и фактура. Выбор за вами. Все изделия промаркированы. В качестве вы можете быть уверены. Качество наших изделий отменное. На наших фабриках очень серьезный контроль. У каждой шубки есть электронный паспорт. Можно посмотреть внутри, как шиты наши меха. Мне понравилась эта норковая шуба. Она легкая, удобная, очень красивая. Также отличный фасон и сочетается с юбками и джинсами. Я давно ходила по разным выставкам, по разным магазинам, меху. Везде подбирала себе шубы, но нигде не могла себе найти нужную по фасону и по цвету. Только на этой выставке мне смогли подобрать нормальную модель, которая мне подходит. Здесь можно купить и прекрасную дубленку. Как для стройных и юных, так и для дам постарше и посолиднее. Дубленки сейчас снова в моде. Модели креативные, а цена от 36 до 40 тысяч рублей. Мир Мега ждет покупателей с 31 октября по 5 ноября в Ледовом дворце. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин